Всем привет на канале ИП. Делаем небольшой ролик. Вот в отделке Игоря Павловича принесли сегодня после обеда вот такую интересную купюрку. 5000 тенге принесла зрительница канала, которая внимательно смотрит наши ролики и живет в городе Шахтинске. Ну вот меня сразу очень сильно смутил вот этот разрыв, потому что мне Антонина Петровна прислала фотографию. И я сразу обратил внимание на вот этот разрыв и попросил внимательно рассмотреть вот эту часть. Видите, я раздвигаю, здесь она все целая. То есть получается, что у нас произошло замятие купюры. Видите, какой получается существенный перекос, когда я выпрямляю. То есть у нас получается купюра уже после того, как прошла все слои печати, просто-напросто замялась в печатном станке и произошла вот такая вот очень интересная разрезка купюры. Давайте с обратной стороны мы тоже посмотрим. Видите, в принципе, если так разобраться, то купюра практически нормальная, но имеется маленький, довольно маленький, но незначительный дефект. Эту купюру я решил приобрести тоже для своего собрания браков. Ну и, соответственно, для того, чтобы снять ролик. За эту купюру, за этот незначительный брак я заплатил зрительнице нашего канала 8,5 тысяч тенге. Я считаю, что это вполне достойное вознаграждение за такой небольшой брак, за такую находку. Ну, а сейчас у Игоря Павловича заберу эту купюру и дома буду ее более внимательно изучать. Если вам этот ролик понравился, не забывайте ставить нам лайки. Если вы находите интересные браки, присылайте нам на WhatsApp фотографии. Обязательно присылайте фотографии. Многие просто пишут, что у нас есть брак. Все-таки лучше видеть ваш брак, чтобы понимать, что произошло с купюрой или с монетой. От этого будет, естественно, зависеть оценка вашего предмета. Ну и пишите в комментариях и не забывайте подписываться на наш канал. Сергей Леонидович, вот еще, наверное, призовите, чтобы не резали свои купюры. Да, кстати, да. Вот Игорь Павлович все меня настаивает в последнее время. Дело в том, что очень часто стали нам попадаться двухтысячные купюры. Вот в этой части у них белая полоса идет в двухтысячных купюр. И выдают это за браки. При том, что самое интересное, иногда за браки пытаются это выдать даже коллекционеры. То есть люди, которые как бы должны разбираться в этом деле. На самом деле это не брак, это искусственная порча. И очень часто в последнее время присылают фотографии монет, банкнот, которые просто были искусственно испорчены. Они были либо порезаны, либо они прошли утюжку, либо на монетах просто-напросто сточили часть рисунка и выдают это за брак. Иногда это доходит до смешного. Мы уже много раз рассказывали про игру в бутылочку с нашими стольниками, так называемыми. И выбивают серединку, переставляют ее в обратном порядке и говорят, вот смотрите какой интересный брак. Настоящий коллекционер, который знает как выглядят монеты, выглядят банкноты и как выглядят браки, никогда не согласится приобрести такую монету. Вы просто портите монету. К сожалению, это не брак и продать дорого вам это не удастся. Но если даже если удастся, то вы окажетесь обычными мошенниками, потому что вы обманете других людей. А это само по себе плохо и мы на канале ИП это никогда поддерживать не будем. И всегда будем очень жестко критиковать такие рукоблуды. Вот я и ответил на вопрос Игоря Павловича. Спасибо. Спасибо.